Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», вопрос 1978, 7 том. Известно, что монахами были и святые отцы. Кто им преподал такое учение? И зная Писание, его толкование, как они могли добавлять к словам Христа такие толкования, что монастыри нужны безмолвие и отшельничество? Это требование и необходимость для лучшего спасения? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. «Думаю, что причины к тому кроются в слишком неожиданном откровении Христа, что спасение дается даром по благодати. С этим никакая грешная человеческая природа не могла согласиться. Только апостолы могли это вместить, а дальше снова свалились в эту же деловую производительность, задабривание божества своими страданиями, пытались разжалобить Бога, снискать его благорасположение и зарабатывать спасение. О Библии учат совершенно по-иному. Римлянам 3 глава 21 стих. «Показание правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды его в настоящее время. Да явится он праведным и оправдывающим верующего Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Римлян 10 глава 2 по 4 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Учились друг от друга, а не прямо из Библии. «Вот отсюда все бегства в горы, отсюда такое лютое пренебрежение Божьим наказом идти в мир, проявляя под видом страшного смирения непостижимое страшное непокорство в воле Божьей». Марка 16 глава 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». 1 Царств 15.23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и долопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя». Чтобы оправдать свою своеволе, напускали видение, сновидение, благоухание, прозрительность, исцеление. Но этого всегда достаточно было у всех народов во всех религиях. И это совершенно не говорит, что человек угодил Богу, и с Богом есть и будет, если он явно пренебрегает Слово Божие. Притчам 28.9. «Кто отклоняет ухо своего от слышания закона, того и молитва мерзость». «В этом бегстве в горы есть нелюбовь ко Христу, к Его вечному Слову». Исайя 8 глава 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это Слово, то нет в них света». Иоанна 14 глава 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и обители Него сотворим». Жития святых. Григорий Богослов. 25 января. Отец против воли поставил его пресвитером, а затем хотел посвятить его во епископы. Но святой Григорий, уклоняясь от такого сана и почестей, а также стремясь к инческому безмолвию, тайно бежал из дома и пришел в понт к своему другу святому Василию. Последний тоже был, также был уже пресвитером и устроил в понте монастырь, куда собралось множество иноков. Пан Софий. 15 января. Святой Пан Софий был сыном Александрийского проконсула Нила. Обладая большим богатством, Нил не жалел средств на воспитание своего сына. И святой Пан Софий при своих прекрасных способностях получил основательное познание в христианских истинах, наряду с широким светским образованием. По смерти отца святой употребил свое богатство на вспомошествование нуждающимся, после чего удалился в пустыню. Ответ был в житейские помыслы, чтобы взыскать Господа. 27 лет он прожил в уединении, возводя ум свой от земных вещей к созерцанию небесного царя и пребывая в непрестанной молитве к Богу. Григорий Вологодский. 30 сентября. Князь Голицкий Юрий умолил преподобного крестить у него двух сыновей, а великий московский князь Василий Дмитриевич желал сделать преподобного архимандритом в городе Ростове. Избегая человеческой славы, преподобный оставил игуменство в монастыре и удалился в места никому неизвестные и непроходимые. Афанасий Великий 5 июля. Преподобный Михаил имел намерение поставить Афанасия после себя игуменом, ибо сам он уже составился и приближался к кончине. Узнавший об этом Афанасий, хотя и не желал расстаться с любезным отцом своим, тем не менее убежал оттуда, боясь бремени начальствования и считая себя недостойным пастырского сана. Он страствовал по Афонской горе, посещая пустынных отцов и при мерах их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам. Найдя в расселенных скал несколько братьев, проживающих неподалеку друг от друга, он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни. У них не было никакой заботы о теле, не было ни крови, ни пищи, ни имущества, но ради бога они охотно и с радостью переносили мороз и жар и голод. Стихотворение Греция, Афон и Византия, Искусство, философия, Эллады, Смуглянки, Одиссея в новом стиле Торгует всем и вся, там все за плату. Мы благодарны даже и за то, что князь Владимир сбою полонил. Не дай бог видеть нам таких сватов, С расчетом дальним женушку пленил. Хотя бы раз посмотрим без прикрас, Какой товар привез нам залежалый, Богослужебных книг и ладному баркас, Обрядность византийские скрижали, Судебные жестокие расправы, Дворцовые интриги и убийства. Везли табак сюда, свою отраву, И бродобрить и искать у нас прописку. Они смутили Никона Мордвина, Смертельную реформу подстрекали, И через унию славян, Ополовинив, с экуменизмом Сватают нахально. Шумливые цыганские застолья, В их беспредельном хвастовстве мы греки, Но без Евангелия значит все без соли, Не оживить водами человека. Их одеяние срамное декольте, Хвастливое плотское платоядство, Обострижены сережками в храме, Не в платке, В плотском богатстве ищут свое счастье. И греки злее русских ненавидят, Священные писанины, языке родном, Им больше нравится Сократ, Платон, Овидий, Здесь равственность давна ушла на дно. Шумливые гречанки, Младогреки, Забудьте титул у вселенских патриархов, Искал в пустыне вашей, Когда пробьются реки, Ищите христиан, а не чужих епархий. Игнатий Тихонович Лапкин, 2003 год.